Привет, друзья! Сегодня я анонсирую завершение разработки третьего конструктивного варианта, точнее третьего конструктива, схемы моего ОМЗЧ высокой верности 21 века, который разработал один из самых активных моих помощников, мой вип-патрон Юрий Кожинов. Вот этот вариант конструктива, как вы видите, выполнен на трухоловых или выводных компонентах. И герберы печатных плат, схема, ну и описание краткое, будет на днях выложено у меня на Патреоне. В дополнение к двум первым вариантам, которые разработали, значит, на СМДшных компонентах, Александр Торис и Сергей Кубушин. Те два первых варианта уже там несколько месяцев на моем Патреоне лежат, выложены. Так вот, третий вариант будет на днях тоже дополнен. Это, как он выглядит, верхняя часть платы, вот так вот выглядит обратная сторона печатной платы, это термолтраковские транзисторы, это вторая пара выходных транзисторов, которые не термолтраки, а с обычными выводами. Ну и это драйверы и остальные транзисторы. Но сейчас я хочу заострить ваше внимание не столько на 3D моделях, а на том, что Юрий Кожинов сделал очень интересный вариант перечных элементов. Или в английском транскрипции BOM. Так вот, этот BOM, он интерактивный. Смотрите, вот я кликаю на, скажем, на вот этом операционничке, и он у меня в табличке, он там вот сразу высвечивается, что это APA192. Вот я кликну сюда, это основной операционник, Muses03, он тоже здесь появляется сразу. Кликну на вот этих компонентах, смотрите, вот 6800 микрофарад толстые электролиты. Сюда кликну, что сразу вижу, что это SongJuan 832, это релюха защиты акустических систем. И так, по любому компоненту вы можете кликнуть и интерактивно увидеть, что это такое. Что это за компонент, с чем его едят, и какие его характеристики. Ну, заодно, вот, скажем, мы можем увидеть, что всего на одну печатную плату в МЗЧ высоковерности требуется 140 компонентов. Но не только это интересно, а интересно еще и то, что когда вы начнете пайку элементов, то вот здесь вот вы можете поставить галочку напротив того компонента, который вы распаяли. Скажем, вот вы запаяли APA192, вы поставили сюда галочку, и он уже у вас выделился цветом, зеленым, вон он, что вы его уже запаяли. Или, скажем, вот второй операционник запаяли, Мезис-03, он тоже отметится. Запаяли вот эти электролиты, поставили сюда галочку, все, видите? Вы видите, что очень удобная такая интерактивная, интерактивный бомб. Интерактивный Bill of Materials для такого варианта. Ну вот, наверное, на сегодня практически все. Ждите, скоро будет, значит, моя очередная публикация в Патреоне, где будет схема печатной оплаты и описание вот этого третьего варианта. Все, на сегодня спасибо. Всегда ваш Николай Сухов. Субтитры создавал DimaTorzok